На выставке «Картин в горках Ленинских» представлено около 50 работ, написанных на пленэрах в парке исторической русской усадьбы Строгановых-Голицыных-Марьина и во Франции, куда ездили петербургские художники, участники выставок за рубежом. И мы хотели рассказать о своей русской усадьбе там во Франции, там мы делали выставки и в замке Виландри, и еще в замках других, и планируем еще возить эти работы. И сопоставляем русскую усадьбу и французские замки, что наша русская усадьба ничем не хуже, а их достаточное количество у нас в стране, и они возрождаются сейчас медленно, но верно. Галина Степанова – автор проекта восстановления усадьбы Марьина и основатель музейно-выставочного центра «Петербургский художник». В его коллекции насчитывается более тысячи картин, выполненных в технике классического реализма. Мы сейчас взяли за практику возить свои работы и показывать их по стране, чтобы народ видел крепкую, хорошую реалистическую живопись и понимал, ну, это развитие вкуса. То есть люди должны видеть хорошее искусство и воспитываться на хорошем, качественных произведениях. Сейчас все больше модные и популярные течения, которые порой не понимают даже сами художники. И поэтому всегда возврат к реализму, к реалистической школе живописи, а это школы тем более ленинградских художников, то есть это наследие передвижников, репинцев, она, конечно, в этом плане согласен с вами уникальна. Такие светлые, прекрасные картины. Мне очень понравилось. Я просто с очень приятными впечатлениями отсюда ухожу, с хорошим настроением. За два года музейно-выставочным центром «Петербургский художник» и «Усадьба Марьина» организовано несколько серий выставок по городам России. На наш взгляд, они пошли по очень интересному пути. «Усадьба Марьина» была взята ими в фактически полуразрушенном состоянии. Они провели реставрацию, они восстановили. На базе этого стали проводить художественные школы, Панеры и объединять вокруг себя художников реалистического направления репинской школы. Представленная экспозиция картин «Французские замки. Русская усадьба» создана выпускниками и преподавателями художественной академии. Выставка в Горках продлится до середины февраля. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видной ТВ.